Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас, сегодня у нас 15 января, и конечно о посеве огурцов думать еще очень-очень рано, но так как время посева огурцов приближается, и сейчас самое время поговорить о выборе сортов, потому что покупать семена уже пора, но перед тем как купить, особенно начинающим, нужно разобраться, для каких целей вы будете приобретать семена огурцов, где вы будете выращивать, и от этого будет зависеть ваш выбор, я сейчас все расскажу, потому что очень просто заблудиться в обилии вот таких, видите, вот у меня тут куча своих семян огурцов, потом огромное количество вот этих, и казалось бы, на первый взгляд, две совершенно одинаковых пачки магазинных, но они совсем разные, и совсем для разных целей, для разных условий выращивания. Вот особенно новичкам нужно вникнуть в эту тему, и очень-очень внимательно разобраться, я сейчас постараюсь вам все-все рассказать, потому что тут мы все огородники разные, кто-то выращивает огурцы очень-очень рано через рассаду, чтобы получить пусть даже немного, но пораньше, и кто-то рассаду будет выращивать, но уже позже, в открытый грунт, а кто-то не будет вообще рассаду выращивать, будет сразу в землю, в грунт, прямым посевом в грунт выращивать, и от этого очень сильно зависят разные сорта, какие мы будем покупать, то есть для каждого случая у нас есть отдельная группа огурцов, и уже сейчас нужно определиться перед тем, как идти в магазин, что вы хотите получить с этих семян. Ну вот я начну с теплицы, как всегда, потому что самые первые посевы мы делаем для того, чтобы вырастить в теплице самый-самый ранний урожай, когда у нас еще ни цветочки на улице не цветут, ни пчелки не летают, то есть нам нужно подобрать для теплицы гибрид, который можно вырастить без участия пчел, то есть самоопыляемый, еще лучше партенокорпический сорт, вот выговорила. Сейчас я вам найду, вот смотрите, вы придете в магазин, например, вот две пачки, и этот F1, и этот F1, сразу скажу, что для получения раннего урожая ни в коем случае нельзя вот эти семена, собранные самостоятельно, сортовых огурцов применять, потому что они обязательно, нужны им пчелы, нужны только F1, но еще не всякий F1 нам подойдет, вот смотрите, написано, суздальский, скороспелые корнишоны без опыления, то есть, если у нас написано, очень скороспелый, 43-45 дней, партенокорпический гибрид женского типа цветения, предназначен для выращивания в защищенном и открытом грунте, вот этот сорт, ну не именно этот, а вот такой, подойдет нам идеально, у него короткий срок вегетации, он без участия пчел, без опыления может дать нам плоды, вот для самого первого урожая выбираем вот такого типа сорт огурцов, если же мы посмотрим, вот тоже скороспелый огурец, кроха F1, читаем, ранний пчелоопыляемый гибрид огурца с частичной партенокорпией, для открытого грунта пленочных укрытий, тоже 40-45 дней, и поэтому здесь с огурцами нам мало посмотреть срок вегетации, он этот скороспелый, и этот скороспелый, этот 40 дней, и этот 40 дней, ну вот нужно вот эти маленькие буковки прочитать, что вот этот партенокорпический, извиняюсь, а этот пчелоопыляемый, то есть вот этот сорт мы сразу откидываем и для получения раннего урожая, для выращивания рассады, вот для теплицы, именно для раннего урожая, для лета он потом пойдет, когда будут двери теплицы открыты, но в первую очередь его не нужно, то есть рассаду для получения раннего урожая, мы берем только с самоопыляемых гибридов, которые мало того, что помечены меткой F1, еще на которых написано, что он по самоопыляемый партенокорпический, без применения пчел. Мы должны понимать, что это очень важно, и если у нас, особенно если вы живете в холодном регионе, если вы долго не будете открывать двери своей теплицы, вот эти вот сорта, которые с применением пчел, они у вас, ну дадут, конечно, урожай, но очень-очень мало, там написано частично. Выращивая вот такие вот сорта в теплице, вы должны понимать, что даже вот потом, когда будет тепло, вы должны каждый день открывать двери теплицы, чтобы туда беспрепятственно залетали пчелы, иначе вот от этого зависит урожай. Урожай будет маленький, если пчелки не будут залетать и опылять эти гибриды. Есть гибриды, которым не нужны пчелы. Вот я, например, для раннего урожая всегда высаживаю только вот такие партенокорпические. Так вот еще сейчас посмотрим, суперскороспелый. Вот тоже очень скороспелый партенокорпический гибрид для выращивания в защищенном грунте и в открытом. То есть его можно выращивать и там, и там, и видите, какая разница, он и этот гибрид, и этот гибрид, но некоторые новички ошибочно полагают, что если F1, значит он для теплицы подходит идеально, значит он гибрид, но не все гибриды без пчел могут плодоносить. Вот летом можете высаживать любые. Открываете двери, залетают пчелы, все это опыляют. Для ранней продукции выбор должен быть более тщательный. Пожалуйста, на обратной стороне читайте, иначе вы купите, вот есть они очень дорогие, вот смотрите, он стоит 30-45 рублей. Именно нужно, чтобы было написано, видите, написано 100% партенокорпический гибрид огурца. Выбираем только партенокорпики, как их называют. Все. Дальше идем. Открытый грунт. Для открытого грунта тоже можно пораньше высевать на рассаду, сеять, выращивать. Тут много вариантов. Некоторые же в открытый грунт высаживают рассаду и прикрывают ее первое время пленочкой, потом открывают. Все. Но тут у нас проще. Тут можно более расширить вот эти сорта, потому что пока он сидит под пленкой, и пока он еще только растет, а не завязывается, ему пчелы не нужны. Потом, когда тепло, пленку открываете, и у вас он будет прекрасно плодоносить. Тут уже все гибриды F1 и все сортовые. Ну, все сорта сортовые, если можно так сказать. Но большинство огородников все-таки в открытом грунте выращивают вот простые классические сорта, которые хорошо себя зарекомендовали не только в салатах, но и в засолке. Мы все знаем, что вот ранний урожай, вот такие длинные, такие как зазуля, все-таки они идут у нас больше на салаты, а в засолку мы все-таки отдаем предпочтение. Я вот тоже на улице выращиваю старинные. Нежинский, вязинский, малыш, пальчик, обильный, кустовой. И все вот эти семена я, конечно, уже не покупаю в магазине. Я их собираю, все вот, парижский корнишон. Но у меня в таких огромных количествах, потому что я еще раз саду огурцов на продажу выращиваю весной. Все они всходят прекрасно. У них, конечно, это зависит, количество урожая вот этих огурцов зависит от погоды. Если дождливая, прохладная погода, маленький лед пчел, бывает такой сезон, что вот, ну, неудачное лето для пчел, и меда мало они собирают, и огурцов вот этих пчелоопыляемых бывает меньше. Если вы живете в таком проблемном регионе, то нужно, конечно, и для открытого грунта лучше бы выращивать, высаживать какую-то часть вот таких вот самоопыляемых, то есть гибридов. И если в других культурах, вот про томат, про перец, там, я говорю, что я высаживаю только сортовые, из которых собираюсь именно, то огурцы это совсем другое дело. Огурцы, вот гибриды, вошли в нашу жизнь с появлением теплиц, и никуда от них не денешься. И я согласна, что с гибридов всегда получается более стабильный урожай, более, ну, как, по количеству большой урожай. Но вот от этих, от старых наших старорусских огурцов все-таки я тоже не отказываюсь. И вот для чего снимаю это видео? Для того, чтобы сейчас обязательно весной у всех руки зачешутся, хочется вырастить ранний огурчик. Главное не ошибиться с сортом, потому что, посадив для раннего огурчика, где же сейчас я, сейчас найду, где-то вот прям, ну, ладно, теперь уже я в этом. Выбирая вот для раннего огурчика, пожалуйста, не нарвитесь на пчелоопыляемый сорт, потому что, возможно, он у вас уже сформирует вот этот куст своей плети раньше, чем появятся пчелы, и без помощи пчел он первое время у вас, ну как, цветочки цветут, опадают, цветут, опадают. Потом приходят вопросы. Почему у меня пустоцветы на огурцах? Ну, потому что самая первая причина, вот ранней весной, конечно, если он пчелоопыляемый сорт, если нет еще пчел, то он будет цвести, и опадать вот эти будут цветочки. Но вы же видели разницу? Или сразу цветет цветок с маленьким огурчиком, он просто цветок вянет, а огурчик остается. Или просто цветет цветок, и он может опасть, и ничего там внутри нет. Вот, это очень важно, особенно для начинающих. Поэтому перед тем, как купить семена огурцов, определитесь, где вы будете выращивать, в теплице, или в открытом грунте. И в каком соотношении, сколько вам нужно для теплицы, сколько вам нужно для раннего урожая. Обычно для раннего урожая, вот я для супер-супер раннего урожая, замачиваю в марте, я высаживаю всего 6 штук. Всего 6 штук, потому что тяжело рассаду огурца, посеяв ранно дома вырастить, ее нужно обязательно есть свет, я потом выношу, потом пересаживаю в ведро, но это чисто, чтобы внука порадовать первыми плодами. И вот вы должны определиться, будете ли вы супер ранний урожай выращивать, будете ли вы выращивать в теплице, или на улице, и в зависимости от этого у вас уже будет выбор. Или вы берете партонокарпики, которые будут у вас в закрытом помещении в теплице. Кстати, для позднего урожая, как для раннего, так и для позднего они нужны, потому что поздний урожай, когда осенью уже пчелы тоже, они успокаиваются, меда набрали, они уже не летают, а в это время еще мы второй урожай огурцов часто выращиваем, нужны тоже вот такие гибриды, и не просто F1, а партонокарпик. Все. Я надеюсь, понятно рассказала, тут еще сложнее у нас, чем с томатами, томаты только сорта, или только гибриды, а здесь у нас сорта и гибриды, и еще гибриды, есть пчелоопыляемые, есть самоопыляемые, а есть вообще партонокарпические, которым не нужны вообще ничего. Разобраться нужно, потому что от этого зависит количество урожая, от этого зависит все. Все. Слушайте, пишите там список, куда садить, и в магазин. До свидания.